Посмотрев на глобус или карту Земли, каждый из нас легко представит основные черты внешнего строения нашей планеты. Так рассматривая в планетарном масштабе распределение суши и воды, материков и океанов, можно легко убедиться, что из всей поверхности Земли морскими водами занято 71%, а суша занимает оставшиеся 29%. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами рассмотрим внешнее строение Земли, разберем особенности строения материков и океанов, обсудим особенности строения их рельефа, досмотрите видео до конца, и каждый добавит некоторые детали в дело о внешнем строении нашей родной планеты. Итак, суша Земли разделена мировым океаном на ряд огромных массивов и более мелких участков. Крупные массивы земной коры, высоко поднятые над океаническим дном, называют материками или континентами. На нашей планете шесть материков, которые изостатически уравновешены, имеют определенное геологическое строение и различаются размерами. А начнем мы свое наблюдение, пожалуй, с северного полушария. Тут сосредоточена большая часть суши, нередко его еще называют материковым полушарием. Суша тут занимает две трети площади. По характерным геологическим особенностям в северном полушарии находится первый ряд континентов, для которых характерно сложный пересеченный рельеф, изрезанная береговая линия и широкая материковая отмель. Материки этого ряда простираются от тропических до субполярных широт. К первому ряду континентов, конечно же, относятся и Евразия и Северная Америка. В южном полушарии, наоборот, сосредоточена основная часть вод, морей и океанов, а суша занимает примерно одну четвертую часть всего полушария. Материки в геологическом отношении характеризуются простотой рельефа и береговой линии. Также у континентов этой группы небольшая по простиранию материковая отмель. Южные материки располагаются в пределах субтропических широт, как вы уже догадались к материкам при экваториального ряда относятся Южная Америка, Африка и Австралия. А самый южный континент Антарктида находится вне всяких классификаций. Неравномерное планетарное распределение суши и воды на Земле является причиной смещения северных материков к западу, а южных к востоку. Это обусловливает различие климатов обоих полушарий, к примеру, климат Южного полушария с большим обилием воды носит океанический характер. Наверняка каждый, смотря на глобус или карту Земли заметил, что по форме материки напоминают треугольники. Причем основания этих треугольников обращены на север. И еще одной особенность материков является попарное группирование, за исключение Антарктиды. Каждая пара образует материковый луч, эти лучи сходятся к Северному полюсу, образуют так называемую континентальную звезду. Еще характерно, что у южных материков западные побережья вогнуты, а восточные – выпуклые. Особенностью материков, также является связь между их площадью и средней высотой, так чем больше площадь материка, тем больше его средняя высота и более мощной является материковая литосферная плита. И вот так, плавно, мы с вами подошли к рассмотрению особенностей рельефа материков и океанов нашей Земли. На Земле есть два основных уровня планетарного рельефа, их еще называют поверхности первого порядка, это поверхность материков и ложи Мирового океана, на фоне этих уровней развиваются уровни второго порядка, на суше это равнины и горные страны, а на океаническом дне это океаническое ложе, подводные хребты и глубоководные желоба или впадины. Рельеф Земли слагается из выпуклых и вогнутых форм, имеющих разнообразные очертания, размеры, происхождение, возраст и историю развития. Рельеф образуется главным образом в результате длительного одновременного воздействия на земную поверхность внутренних и внешних процессов, так, например, рельеф морей и океанов создается внутренними процессами, под действием тектонических движений земной коры, извержения подводных вулканов и землетрясений. В отличие от суши на океаническом дне все неровности сравнительно мелкие и гладкие, а остались они с тех времен, когда эти участки моря были частью суши. А вот рельеф поверхности материков и островов формируется не только внутренними, но и внешними процессами. Помимо извержений вулканов, тектонических движений земной коры и землетрясений, на рельеф суши влияет солнечная радиация, ветер, атмосферные осадки, поверхностная и подземная вода. Все внешние процессы преимущественно участвуют в выветривании или разрушении горных пород. Поэтому наземный рельеф намного сложнее океанического. Рельеф материков условно можно разбить по ступеням высот. Низшей ступенью, с высотами от 0 до 200 метров над уровнем моря, называются низменностями. Кроме того, на суше выделяются так называемые депрессии, это территории, расположенные ниже уровня моря, к ним, относится прикаспийская низменность с отметками до 28 метров ниже уровня Мирового океана. А самым ярким примером депрессии является поверхность Мертвого моря, берег которого лежит ниже уровня Мирового океана на 392 метра. Высотная ступень, от 200 до 500 метров над уровнем моря, называется возвышенностями или плато. Агаоры по такой классификации представляют собой территории с отметками высот более 500 метров, совместно все горы планеты Земли образуют два крупных пояса. Один из них Тихоокеанский, а другой Евразийский молодой горный пояс. Океаническое дно по глубине также можно разбить на ряд ступеней. Низшей ступенью является материковая отмель или шельф, представляющая собой материковую поверхность, опущенную ниже уровня океана на 200 метров, на ее долю приходится около 8% общей площади морского дна. По существу, это прибрежная равнина, имеющая много небольших неровностей холмов, впадин, подводных долин, террас. Ниже от глубин 200 метров до 2500 метров идет материковый склон. Он имеет резкий перелом очертания поверхности и относительно крутое падение. Он занимает около 15% площади дна Мирового океана. Между двумя и шестью километрами находится дно океана, занимающая оставшиеся 76% площади. На дне Мирового океана можно выделить еще две ступени. Собственно это, океаническое ложе и срединно-океанические хребты. Области ложе океана с глубиной более 6000 метров называют глубоководными впадинами или обессальными желобами, на долю которых приходится около 1% поверхности дна Мирового океана. В целом на океаническом дне наблюдается картина, противоположная той, которая характерна для материков, центральным областям соответствуют поднятия, а окраинам понижение рельефа. В то же время формы рельефа океанического дна те же, что и на материках. И на дне океана имеются равнины и плоскогория. Благодарю всех за внимание, надеюсь сегодняшний материал был вам полезен, если это так, подпишись на канал, и будь в курсе выхода новых увлекательных и познавательных роликов. Продолжение следует...